Всем привет! Меня зовут Лиза. Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее наше видео будет о бижутерии. Видео это я снимаю не одна, а с замечательной девушкой по имени Мария. На ютубе ее канал называется Marie Proge. На ее канале можно найти кучу видео с рецептом различных кулинарных вкусняшек. Она просто кудесница-чудесница нереальная творит с продуктами. Что-то как-то поместило и в нее получает просто какие-то кулинарные шедевры. Пьет, что у меня со светом творится? Также на ее канале можно найти очень много обзоров на декоративную косметику. Мария очень любит ухаживать за собой и делиться с нами своим мнением о используемых продуктах. После того, как вы посмотрите мое видео, обязательно переходите на канал Марии. Вы найдете кучу-кучу всего интересненького. Бижутерии у меня не так много. Я ее уже несколько раз пыталась выкинуть в очередной раз. У меня есть картиночка на выкидку, в которой уже все сыпется. И, соответственно, то, что у нас остается. Бижутерия у меня хранится вот на готовой поставке с китайского сайта. И часть, еще небольшая часть, у меня хранится вот в такой вот очень миленькой шкатулочке. У меня это серебряное украшение, золото я вообще не ношу, не люблю его. С бижутерии есть у нас вот такое вот колечко. Ну, такое обычное колечко. Не знаю абсолютно, зачем я его покупала. Как-то на меня такой взгляд на него перекинулся. Я кинула его в корзину, купила на каком-то китайском сайте. Кстати, бижутерия у меня в общей сложности, по-моему, практически вся с Китая. Там кое-что, может быть, еще здесь покупала. И какая у меня бижутерия сделана с одни ручками. Та-дам! Я тоже немножечко кудесница. Вот такое вот колечко. Это, наверное, единственное бижутерии, которое идет под золото. Он такой уже немножко постел, постел, и, наверное, его уже пора бы выкинуть. Ну, мне жалко его выкидывать, потому что оно такое красивое. Я прям от него просто балдею. Значит, дальше. Такое вот колечко я заказывала на... В комплекте. Его я заказывала в комплекте к бижутерии, которую я одевала на свадебную церемонию. Оно подошло под цвет, вот я на вторую ручку одевала вот это колечко. Вот, и, соответственно, к этому колечку вот есть такой вот браслетик. Вот, значит, и еще сережки и такое колье мы посмотрим немножечко попозже. Так, я попыталась как-то перенастроиться, но у меня просто нереально пьячет сейчас свет в окно. Я думаю, видно, да, что тут просто все белесые, но я надеюсь, у нас все-таки получится отсняться. Давайте, наверное, сначала с вами разберем вот эту нашу корзиночку на выкидку. Я объясню все, почему я выкидываю. Значит, этот обыдок я делала сама. Здесь он просто очень-очень простой. Здесь такие полужемчужинки и три цветочка черных. Я его хочу выкинуть, потому как от него отлетают вот эти вот жемчужинки. Конечно, он мне милый и он дорог, да, мне? Такой миленький. Но вот, к сожалению, его не получается мне как-то надежно закрепить. Поэтому я решила все-таки, наверное, от него избавиться. Выкидываю. И еще один ободочек выкидываю тоже по этому же, по этой же причине. Здесь у нас уже были вот такие вот стразинки. Дальше у тебя пойдет вот такая вот повязка. Блин, темно стало. Полнышка, выходи! Видно, да, если я шторину открываю, просто нереальный какой-то свет. Ну, ладно. Надеюсь, вы меня простите, если это видео будет слишком темным или слишком пересвечено. К сожалению, солнышко у нас сегодня буйствует. Вот такая вот повязочка. Во-первых, она очень блестит. Что, конечно же, выдает ее китайское натуральное происхождение. Во-вторых, да, цвет волос у меня свой родной сейчас отрастила. И он у меня заметно темнее, чем вот эта вот косичка. Поэтому я решила от нее все же избавиться. Буквально совсем недавно вытащила из одной из коробочек красоты. Вот такой вот силиконовый браслетик. Ну, по-моему, совершенно детский этот браслетик. Ну, мне когда-то в годах уже совершенно не гоже такое носить. Дальше у меня идет пара сережек. Сережки эти я любила долго. Нежной любовью. Нежной, трепетной любовью. Берегла как могла. Но сейчас у них, к сожалению, уже совершенно не товарный, скажем так. Поэтому я решила от них избавиться. Они клевые. Не знаю, мне они очень нравились. Но вот эта вот ёбра уже изрядно покоцкалась, поцарапалась. И совершенно уже непотребованные любви. Дальше сережки. Я не знаю, чем я думала, когда я их покупала. А еще больше, чем я думала, когда я их носила. Я их носила, помню, как-то даже на работу. Да-да. Вот такое вот, я бы сказала, недоразумение. То есть вы представляете, да? Вот они сережки. Идешь, идешь, да. Надо, чтобы они не разлетались. Нужно пробежаться, чтобы они не разлетались. В подмышке их спрятал и побежал. В общем, вот такое вот перьевое чудо. Дальше опять-таки в тему перьев. Вот такие вот сережки. Вот эти мне прям нравятся. Но я поймала себя на мысли, что я их, как купила, ни разу не одевала. И, наверное, за полтора года я их так ни разу не одела. Поэтому я решила, наверное, все же от них избавиться. Хотя я действительно их так горячо люблю. Но, к сожалению, раз не носится, значит, оно мне не надо. В общем, в этот раз я решила избавиться от всех своих, наверное, перьев. Я их тоже так ни разу, по-моему, и не одела. Но, раз я их не ношу, значит, оно мне тоже не нужно. Дальше попадается у него такой вот браслетик. Его я тоже, к сожалению, так ни разу и не одела. Поэтому, опять-таки, решила его выкинуть, чтобы он мне не занимал места. Браслетик, конечно, такой прикольный. Но он слишком агрессивный. Мне кажется, уже не по возрасту носить такие украшения. Ну, а дальше я хочу расстаться вот с такой вот милой А6. Ну, просто легендарная такая вот солушка. Но я бы поймала себя на мысли, что ее я тоже, к сожалению, так ни разу и не одела. И сейчас мне кажется, все-таки это уже мне не по возрасту. Поэтому она мне отправляется в мусорку, наверное. Жаль, конечно, выглядит абсолютно хорошо. Но как-то не носила ее. Выкидывать жалко, но... Ну, куда я ее выкину? Что поделаешь. А дальше мне попадается вот такой вот кулончик. Его заказывала, наверное, чисто из любопытства. Его я тоже так ни разу и не одела. У меня он откровенно такой дешевенький. И у меня ни разу ручка к нему не потянулась. Хотя, ну, он... Как он? Сердце океана. А дальше мне попадались... Попадаются вот такие вот сережки. Их я любила трепетной и нежной любовью. Мне они нравились. Действительно, хоть они из золотистого цвета, да, мне только не нравятся. Но они классные. Но, к сожалению, у них это уже выпало с двух штучек порядка, наверное, и трех-четырех камушков. И, ну, к сожалению, ему не приходится с ними расстаться. И в мусорку у меня отправятся еще три пары сережек. Я их так ни разу не одела. Они мне нравятся, но они мне пришли сломанные. Мне пришлось их подклеить. И получилось мне это сделать совершенно неровно. И у меня торчит клей. Следующие вот такие вот зеленые, яркие, сочные сережки. Я их носила. Любила горячо и нежно. Носила я их летом. Вот это вот не китайские сережки. Их я покупала под определенный образ. Но они были такого разового ношения. Больше они мне не нужны. Вот такая вот у меня получилась корзинка в мусор. Теперь давайте посмотрим то, что я хочу оставить себе. Здесь у нас такие вот два ободочка. Ободочки я делала эти сама. Вот такая вот. Такая, мне кажется, в них смешная. Там такая вуу. Даярочка, даярочка. Дальше идет вот такой вот ободочек. С другими цветочками. Он тоже такой милашечный. Вот это я покупала специально для поездки на море. Вот такой вот прям совсем милашечный браслетик. Он аккуратненький. Нигде ничего не облезло. Дальше у нас вот такие вот браслетики. Вот этот мне безумно нравится. Я понимаю, что он уже облез. У него уже совершенно не товарный вид. Но мне его жалко выкинуть. Это прям вот моя мечта и идеал. Он такой классный. Наверное, его тоже бы надо выкинуть уже. Напоминают предыдущий. Ну, вот он единственное. О! Все же сейчас там браслетик. Да, здесь несколько ниточек. А так очень-очень напоминает предыдущий. Под кожу браслетик. Он наматывается на руку. Тон мне, кстати, нравится. Я его прям носила. Одно время. Любила нежные любови. И на осень, мне кажется, вот он прям вот самое то. Наверное, я в ближайшее время вернусь к этому браслетику. Вот так вот он выглядит на руке. Я немножко плотновато его намотала. Дальше у меня вот идут две такие повязочки на голову. Как-то так. Мне кажется, я у них такая смешная. И, по-моему, я даже их так ни разу и не одевала. Ну, не знаю. Висят-висят. Кушать не просят. Но доедят выкину. Наверное, ожерелье. Не знаю, не побоюсь этого слова. Такая штукенция, по-моему, она очень круто выглядит. Но мне к ней нужно подобрать сережки. Дальше одно время были модные вот такие штукенции. Вот она у меня есть. Я, по-моему, тоже так ни разу и не одела. Дальше, значит, вот такие вот бусики. Это какой-то, на какой-то корпоратив, по-моему. Ну, и так я их потом носила. Бусики весьма такие простенькие. На повседневную носку. В принципе, они мне нравились. И бусики. Мне безумно нравится их цвет. Их летние. Вот. И бусяшки. Колечко и браслетик. Вот это вот свадебное мое украшение. Свадебное мое колье. Такая вот красотень. Естественно, конечно, сейчас я его уже никуда, наверное, не оденусь. Так, может, какой-нибудь Новый год или что-то такое. Такая необычная подвеска. Необычность ее заключается в том, что, когда я на нее смотрю, мне кажется, что она светит. Смотрите на эту красоту. Реально камушек как будто светится изнутри. Это вот такие вот цепочки. На конце идет крестик. По-моему, простенькое, но в то же время такое интересное украшение. Ну, весьма такое длинненькое. Совершенно простенькая такая ниточка. Блестящих бусиков. Я же, по-моему, покупала куда-то на Новый год или на что-то какое-то платье. Вон на корпоратив. Чем не нравятся только мне вот эти цепочки, то что их просто потом нереально как-то распутать. Тоже такая очень длинненькая. Мне по-моему нравятся здесь листики. Они такие нежные, такие ажурненькие. О, классно смотрятся. Такие вот бусики. Они у меня, кстати, такие полу-хэтмейд. Полу-такие сделаны вручную, можно сказать. Потому что это были другого кого-то цвета. По-моему, тоже серебристые. Но они у меня уже облезли. И я их покрыла магнитным лаком для ногтей. По-моему, получилось весьма неплохо. И вот такие вот у меня бусишки. Висят до сих пор. Я их никогда нет-нет, да и понашиваю. У меня и сядут еще вот такие вот бусики. Они такие летние совершенно. Еще одни бусики. Последние бусики на сегодня. Это вот такие вот бусики. И их не особенность заключается в том, что их я делала сама. Я их не просто собирала, да, на, значит, ювелирный тросик сама. А каждую бусинку, и каждая бусинка вылеплена моими ручками. То есть это вот бусы такие с полимерной глиной. По-моему, получилось для новичка, так сказать, очень-очень неплохо. Обещайте, пожалуйста, свои мнения, как вам такие вот мои рукоблудства с полимерной глиной. Если когда-то я решусь на какой-то конкурс на своем канале, то, наверное, вот эта штучка я тоже приложу. Она мне безумно нравится. Я ее делала просто там с большой любовью, но мне кажется, ну, вам, я думаю, наверное, понравится такая штучка. Да такой поросший мхом, как бы деревянное сердечко. Подставьте, пожалуйста, комментарий, ну, надо оно или не надо. А, значит, к тем моим бусинкам, ну, мне кажется, они как-то слишком громадные. Я думаю, что в дополнение к бусинкам нужно сделать что-то другое. Такие вот вязаные. Это тоже полимерная глина. Тоже полимерная глина, тоже делала своими ручками. Как вам? Будет очень ценно ваше мнение. Вот то, что, наверное, мне больше всего нравится, то, что я делала сама, они у меня хранятся даже в такой вот особенной коробочке. Это, тадам! Вот такие вот два комплектика. Здесь серёжки и браслетик. Давайте я вам покажу. Такие вот серёжки. Не знаю, мне прям безумно вот эти вот нравятся. Что те, да что те мне, в принципе, нравятся. Ну, вот такие вот красотульки. Может, конечно, вы меня обругаете, скажете, какую-то фигню делает. Но они дорогие, и они мне нравятся. И вот такой вот браслетик. И первый, мне кажется, более такой зимний. А вот этот, мне кажется, прям такой летний-летний. Вот такие вот серёжки. Такие розочки. По-моему, они очень миленькие. И к ним я делала вот такой вот браслетик. Прям целый браслет роз. Вот эти серёжки, они уйдут у меня от комплекта. Это комплект, который я одевала на свадебную церемонию. Вот эти вот милашечные серёжки. Они такие маленькие. Они, мне кажется, совершенно девичьи, детские, возможно, даже. Но иногда, когда игривое настроение, возможно, одеть и такие. Следующие для меня было таким опытом. Никогда я не заказывала подобную бижутерию. Но вот мне что-то захотелось. И, ну, в принципе, вроде бы ничего. Дальше у меня висят перья с перышками. Вот туда такие серёжки. Это единственные серёжки с перьями, которые я оставила. Ну, как бы пусть висят, если что, в следующий раз выкину. Потом вот такие вот серёжечки. Такие нежно-голубые. Вот эти очень красивые розочками. Вот эти серёжки я тоже делала своими ручками. Это тоже полимерная глина. Мне они тоже очень дороги. А дальше вот такая вот красота. Тоже очень милые серёжечки. Такие цветочечками. Вот эти тоже. Такие вот. Эти я брала для отпуска. Но так их, по-моему, там на отпуске не одела. Но они такие прям летние. Вот эти серёжки от комплекта, от кулона я всё же решила оставить. Но, наверное, в следующее размусоривание, в следующее размусоривание, они у меня будут выброшены. Дальше. Эти серёжки от комплекта с бусиками, которые я вам показывала ранее. Такие бусики, тоже очень-очень старые. Вот я их одеваю с чёрными бусиками, которые я вам показывала. И вот такие вот две бусинки. Вот такая вот бижутерия. Друзья, а теперь скорее бежим на канал Марии, посмотреть, что же, какая же бижутерия есть у неё. Мне тоже с нетерпением хочется это сделать. Также обязательно подписывайтесь на её канал. Я это сделала уже давно и с удовольствием теперь смотрю. Я не пропускаю ни один выпуск, а значит, её видео. А также ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok